Копите деньги и готовьте нам подарки, дорогие наши коллеги. Ну а у меня тем временем на руках вот такие рукавицы, несмотря на то, что зима тёплая. А всё потому, что я начал изучать русский стиль кулачного боя. Ребята, не удивляйтесь, пожалуйста, что мы вот в таком одеянии. Ну что, попробуем? Попробуем. Стоп. Брэк. Зашли. Не успели начать. А к нам присоединяется эксперт по самообороне Дмитрий Толобоев. И Иван. Да, и Иван. Иван, коллеги. По части реальной самообороны мы сейчас с Иваном покажем такие простые вещи. Как раз использованием или не использованием этих предметов. Ну вот мы сейчас в куртках для того, чтобы понять, что это всё-таки зима. Но для того, чтобы было понятнее, мы их, наверное, снимем и будем налегке. Так мы сможем больше показать. Друзья мои, перчатки. Ну, во-первых, перчатки мы носим практически всегда и за рулём, и в магазин идём, и так далее. Перчатки руку вашу могут защищать. Поэтому, когда работаете в кулачном режиме, да, сжатая рука, вот тот материал, который внутри, он работает как кастет. Руку вы не сломаете. В принципе, это похоже на боксёрские бинты. Раз. Но второй момент. Всё-таки удар перчатки, да, делать сложно. Почему? Потому что вы при этом в зимней одежде. Смотрите, о чём идёт речь. Любая попытка на вас напасть, что вы делаете? Выставляете руки вперёд. Просто две руки вперёд. Вот две руки вперёд. Как бы я ни пытался до него дотянуться, он будет защищаться плечом, да, руками. Вот, защищается. Но это ещё ничего. Самое главное, да. Руки открыты, не напряжены. Вы в состоянии психологического равновесия. Любая попытка, упираемся открыто ладонью в лицо. Всё, что такое? Опа, вот они. Я упираюсь здесь. Но смотрите, как только он эту руку уберёт, поехали. Вторая пойдёт в удар. Это так называемые удары основанием ладони. Их силы заключаются в том, что вы не пробиваете противника, а ударную волну отправляете вглубь него. Руки сюда, пожалуйста. Так называемый накопительный удар. Даже на небольшом расстоянии. Вот смотрите, на небольшом расстоянии. Путём накачивания нескольких ударов, да, можно отправить человека очень далеко. То же самое, пошёл. Вот, оп, человек уходит. И когда я пытаюсь Ивана, как всегда, обидеть, огорчить, спросить у него, сколько времени на его телефоне, но в моём кармане, да, вот, я тут же нарываюсь, натыкаюсь на препятствие. Поехали. Ой, вот, друзья мои, любое препятствие, выставленное в область лица, заставит человека отпрянуть, среагировать, да. И пока я здесь с этой рукой буду работать, сейчас Иван Викторович пошёл очень плавно, фу, накопительный по кругу. Пошёл, раз, два, вот они, вот они, пошли удары. Всё, закончил? Хорошо. Телефон переключивал обратно. Держи руки, да, держи руки. Смотрите, мало того, что он делает в накопительном режиме, тын-тын-тын-тын, и меня сдвигает, он ещё двигается вокруг меня. При этом что происходит? Силу удара вкладывается в разворот корпуса. Вот, вот, простой, короткий удар, а вот он с корпусом, с корпусом, с корпусом, и при этом он ещё... Выходит из поля зрения, всё, а там он может сделать всё, что угодно. Дмитрий, вопрос такой, сейчас миллион разных видов перчаток, вот что-то порекомендуете, материал какой-то, кожаный, не кожаный, дутыши, не дутыши? Или в этом нет никакой разницы? Нет, давайте будем ориентироваться на самое, по погоде и по удобству, допустим, вождения машин. Но есть такие варианты, что может быть? Ну, чем мягче, тем больнее руке или наоборот? Немножко не так. Иван Викторович, руки в защиту. Да, чем легче они срываются, да, тем лучше для него. То есть я вот встал здесь, да, проблема, вот, пошла перчатка, вот, пошла работа. Дай, мои белые. Это же отвлекающий манёвр. Да, смотрим. В лицо кулаками бей. Ой, защищаюсь, руки открытые, поехали. Ой, защищаюсь, ещё пари ещё. Вот защищаюсь, а вот одновременный удар. Второй руку посильнее. Вот защищаюсь, вот одновременный удар. Руки здесь. То есть открытая ладонь может работать очень эффективно, когда вы в перчатках, потому что кулак не всегда удобно. Это зимний вариант самообороны мы сегодня рассмотрели. Да, мы рассмотрели. Ну, одевай. А, как вы знаете, русский стиль, да, бились именно в таких меховых рукавицах, меховых. По сути, по мягкости, согласитесь, они почти как боксёрские. Именно по этой причине, да, Иван Викторович, да, двоечку, поехали. У нас нету никаких работы с открытыми ладонь, вот эти вот, кунг-фу, ушу и так далее. Всё достаточно просто, двоечку, да. Здесь руки могут быть открыты, да, руки могут быть с крыла, то, что мы с вами разбирали. Да, уже рассматривали, да. Смотрите, да, очень хорошо работает накопительный удар в любых мягких перчатках. У тебя-то, да, конечно. Блокировочка кулачная накопительная, да, пошёл блок, пошёл накопительный, вот он, вот он идёт накатом. Меня ногой пинай. Вот я ставлю блок ладони, а вот я накопительный работаю сюда на короткой дистанции. Дмитрий, важный вопрос, есть ли желающих и интересующихся временем более одного? Здесь какие-то дополнительные советы будут. Более одного что? Человека. Нападающих? Спрашивают, когда время, да. А, когда нападающих двое? Ну, вставайте. Раз нападающий, два нападающих. А я прохожий просто. А ты просто прохожий. Я снег, тебе неинтересно время. Я снег чище, да. Да, как обороняются против двух человек. Во-первых, ситуация следующая. Ну, давайте, останьте, чтобы зрителям видно было. Вот. Если я стою здесь посередине, у меня в любой момент времени опасность заключается аж в десяти случаях. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять сегментов, которые меня могут ударить. Вот я стою здесь и должен успевать соображать. Нет, не успею. Поэтому все, что делать. Выставляем руки и смещаемся в сторону крайнего. Как правило, менее крупного противника. Вот сюда. Так получилось, что это я сегодня. В этом случае, да, в этом случае. Для того, чтобы он до меня дотянулся, ему нужно сделать один-два шага, да. Здесь я сейчас сюда смещусь. Вам удобнее будет доставать меня этой рукой. И как только, ну, вот этой рукой за ухо хватами, я прям лоб прямо, да. Вот я захватил. Нападай, Иван Викторович. А вот я закрываюсь. А вот я иду в магазин, как и шел, в общем-то. То есть смещение в сторону одного противника. И все действия направлены на обходной маневр. Да, чтобы уйти до линии атаки. Вот такие секреты. Но это, помните, только секреты самообороны. Никогда не применяйте их в целях нападения. Правильно? Да, только в мягких варежках. Только в мягких. Спасибо вам большое, господа. Поучительно все было. Тренируйтесь, занимайтесь спортом, будьте здоровы и будьте всегда в безопасности. И в перчатках. Как и ваши родные. Пока. Сейчас немного полезной информации продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok